привет всем сегодня у нас 10 марта денек очень солнечный мороз правда но все равно солнышко как говорится душа радуется к нам пришла весна муж ушел на работу дочь только что ушла на учебу а мы с бусинкой вдвоем сейчас будем борщик варить борщец вчера я вам показывала как я запекала картофель по-селянски сегодня сварю наваристого борщица только что смотрела свою ленту и увидела как одна блогерша рассказывает о своем случае она вызывала скорую так не напомнила и случай вызова скорых когда я задыхалась от к вид я тогда быстро вылечила начала орать перехотела я и скорую и все так еще вспомнила случай когда я была студенткой было мне 20 лет училась и тогда в харькове и ходил такой гриб который валил с ног ну ты не было сил подняться чтобы понимали за три дня я минус пять килограмм и тогда было конечно же не такая худенькая минус пять просто лежала как говорили девочки когда заходили одни глаза говорят торчат и все с постели ну и вот как-то может быть это спровоцировала я не знаю но у нас вообще по генам сосуды больные вот плохие так сказала плохие сосуды и гипертоники мы может быть это спровоцировала у меня началась очень высокая в основном была высокая всегда давление я стала этим страдать очень перепады вот стала метеозависима все ну и это уже меня была дочка мне было 25 лет работала я на заводе тогда был август месяц знаю что лето по моему август и так мне вот накрыла они всегда был гипертонический кризис неделю две вот как начнет повышается тогда тут кушать не могла мне тошнило и не могла кушать не было очень плохо давление повышалось и ну я знаете ну 25 лет я в больницу не шла а пыталась там таблетки какие-то обезболивающие но она не помогала ну и вот так вот уже пять дней спустя прихожу я с давлением на работу уже такие меня знаете синяки такие под глазами но уже видно что ну и заходит старший мастер так знаете сразу встал в дверях говорит я тебе не допущу к работе я так почему ну ты плохо выглядишь видно что тебя почему ты идешь в больницу ну я говорю может быть она уже пройдет не 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 оксан это очень серьезная вещь давай иди ну собралась я пошла а сначала говорит зайди на работе по мере в нашей медсестры давления ну зашла я к ней но сейчас я уже не помню так 140 то ли на 90 вот такое какое-то было вышла я села в троллейбус поехала прихожу а моего врача он был на повышение квалификации на тот момент не было и ну и дали талончик другой докторша дожидаюсь я очереди мне плохо вам не передать я сижу нет так плохо мне такая тошнота волнами накатывает я уже не знала что мне таблетки мне уже что были в сумочке все выпила ничего не помогает ну плохо мне плохо внум еще может быть жара как-то свое добавляла плохо плохо дома хорошо сейчас я попрошусь у нее стучу у меня был первый талончик чтобы понимали а замну атака ну не на дверях была такая вывесочка участники войны и там ветераны принимаются без очереди вот как зашла там бабулька но и 10 и 15 я все понимаю на мне уже стало настолько я стучу но объясняю ситуацию что извините пожалуйста мне очень плохо очень просто уже знаете как может быть вот это вот пока я доехалась настолько мне стало плохо а еще на первом она идите на первый этаж и меряйте давление я спускаюсь и меня уже 180 но и не помню то ли 100 на 110 ну такое уже нас но очень уже то есть пока я доехала она но она начала быстро нарастать я приношу оттуда и бумажечку снова стучу говорю посмотрите вот с работы вот и она как разоралась то есть что не видишь я принимаю типа пенсионера можешь подождать хорошо я вышла села вы знаете и слезы мне просто не ну просто текут слезы сижу выходит она и выпроваживает что ты мне здесь цирку строила сколько тебе лет что-то типа типа с таким давлением я в это не верю заходи я зашла на мне мерято мне уже может еще это вну это волнение мне это дало 200 она не может быть и 25 лет такое давление я говорю ну как не может ну вот смотрите померили на работе померили у вас в до врачебном кабинете на первом этаже ну померили вы она растет мне очень плохо говорит не надо мне ничего говорю что мне ну уколоть не очень помогите мне сейчас мне очень плохо она зовет другого врача с другого кабинета с другим аппаратом может мой неправильно показывает она мне перемиряет то же самое мне очень высокое давление они зовут третью мне третье то же самое и она мне смотрю пишет ну типа рецепт я жду минут она мне пишет что мне там выпить уколоть я не знаю там манипуляционный кабинет есть все я беру эту бумажечку чтобы понимали тот рецептик и там написано ай вид я на нее глаза извините пожалуйста ай вид это витамин да в ответ говорю так а что мне уколоть или выпить ну мне очень сейчас помогите мне сейчас яку я куплю все в аптеке помогите мне на данный момент мне очень плохо иди отсюда ты пришла сюда за больничным хотя если бы знали у меня даже на данный момент когда вот она гавит пошла и к своей доктор шина как взяла мою карточка в ней вот без вранья страниц 7 10 за все время то есть меня тот не отбили охоту еще будто в 25 лет вообще обращаться к врачам в общем пишет она мне вид иди отсюда тебе не не говорю не надо мне вашего больничного не надо мне ничего просто помогите мне сейчас в данную минуту в данную секунду мне очень плохо я же начала волноваться она начала еще наверное ну я слышу прям в ушах как сердце моё стучит кровь гоняет ну ну плохо реально плохо но она начала орать да ребята я тоже не выдержала вспылила я скомкала этот рецептик кинули на стол говорю да зачем мне такая помощь какой вид выхожу иду домой не помню что там выпила из таблеток естественно они мне уже не помогали на утро иду на работу я только зашла сидит иван иванович начальник мой говорит оксан я не понял ну я ему рассказываю всю историю вот вчера вот так вот так вот так вот так как по тебе же видно ну типа я не врач я вижу что тебе очень плохо но в реван иван еще больше не пойду расплакал я никуда больше не пойду ничего не хочу я буду работать он нет я за тебя отвечаю но не дай бог инсульта инфаркта но зачем мне это ты пойми типа я понимаю но я вижу что тебе типа и медсестра наша тебя и ну смотрела и ну по тебе видно что ты я тебя не допущу я начала плакать и говорить я никуда не пойду все моего врача нету я к это я не пойду ну и вообще не пойду больше больницу вы знаете он меня за руку так иди переодевайся завел свою машину привозит в поликлинику мы подымаемся вдвоем у нас на третьем этаже доктора принимают и терапевты подымаемся на третий этаж он стучит а так полу что мой врач сидел вместе с этой мельник но он был на повышение квалификации и что вы думаете в этот день он уже вышел мы стучим он заходит начинает объяснять ситуацию что вот так вот так вот так вот так вот так вот так а я стою еще в коридоре не вижу что есть мой доктор типа обращалась пришла кто-то здесь ну что-то там а и вид выписала сказал что она за больничным какой больничный посмотрите на нее ей нужно и тут выходит мой доктор сергей николаевич елшанский говорит он только глянули вам плохо я говорю да он быстренько меня завел начал мерить давление и у него была медсестричка улянка он сразу улян прошу тебя спустись и пускай сейчас в коля то-то то-то она сопроводила меня манипуляционный кабинет мне укололи два или три укола тогда я не помню уже и говорит сопроводи назад мы подняли поднялись он и говорит у вас гипертонический кризис почему вы так долго типа ждали а сидит в этот момент мельник прием у нее позже она заполняет там какие-то журналы я так поворачиваю вот ваш коллега вчера и обращалась вот так вот так вот так вот так и вот так он сидит и говорит мне извините пожалуйста вы не могли бы выйти я выхожу и тут такой крик он начал реальность не ругаться ты что ненормальная понимаю что этому типа мой пациент не твой но всему есть предел у человека реально типа высокое давление который день человека реально мог случиться инсульт как ты так можешь потом открывает дверь приглашает меня говорит мне но я даю вам больничный я не могу вас отправить на работу вот вам типа рецепт все купите будете ходить манипуляционный кабинет вам буду делать уколы в вену вы проколите с 10 дней час положить я вас не могу вы вообще вас в отделение бы положил но очень большая там очередь но прокапываться люди с таким давайте мы хотя бы вас но проколем вену и выдал мне больничный вот я вам хочу сказать есть в разные врачи да вот такие вот и вот вот ему я очень благодарна сколько я бы к нему не обращалась это очень хороший это человечный человек это хороший доктор это отзывчивый ну реально доктор с большой буквы как я говорю и вот такая вот докторица вот вам и но все равно знаете как это отбивает желание обращаться к докторам вот так вот вот посмотрела сегодня марина ефремова есть такая была решила то она рассказал свой случай вспомнила о своем вот так вот было и у меня вот вот ковид если кто не видел посмотрите о том как я переболела к видом и рассказывала ранее вот вам такой случай знаете у меня такой случай не один это очень много можно рассказывать мне вот нету щитовидной залозы щитовидки у меня тоже ее удалили ее можно было вылечить но мне ее залечили этом я расскажу в каком-то еще видео смотрите подписывайтесь ребятам да как говорится в жизни бывает всякое здесь хорошие доктора есть плохие но не люблю я если честно ну знаете как когда уже ну вот чтобы понимали даже когда я при ковиде вызывала скорую то это уже был экстренный случай для меня то есть я реально нуждалась в помощи уже какой помощи что с но если я сама позвонила туда и сама просила помощи это значит но это уже был потому что и ну даже когда я пришла к своей доктор шим уже закрывать больничный к видны она говорит я не люблю говорю но так обращаться на говорит я по вашей карточке это поняла вы давно уже заключили с нами договор но вы очень мало обращаетесь хотя смотрю говорят на вас съесть договорю меня я и гипертоник ну и все в куче и щитовидки которая тоже дает свое на организм вот так вот ребятки а так всем хорошего дня еще покажу вам сегодня какой борщик сварю борщик у меня всегда очень вкусный пока